привет дорогие друзья рада вас снова видеть на моем канале сегодня мы будем говорить с вами о фейлах о разных повреждениях которые могут быть на наших картинах на пастельных работах эту тему предложила одна из моих учениц ей привет поэтому сегодня будем с вами портить одну мою работу и ее же потом реставрировать какие вообще могут случаться повреждения да это могут быть разные порезы какие-то царапины рваные участки у меня такое было когда я работаю на моем столе до рабочим и я всегда стараюсь все аккуратно убирать потому что есть коты которые могут если что-то рвать кусочек от картины как потом оказалось мой кот генри который давно он очень аккуратно и никогда не наступает не в пастель не на картины тем более никакие куски там не отрываются раймонд вот пожалуйста вот этот товарищ ставила я работу и там был я накрыла калька еще чем-то потому что долгая была работа был виден кусочек свободной бумаги и он с ним так поиграл то есть там был такой порыв можно сказать у кота был порыв порыв был на картине и в итоге картина у меня стало меньше по формату хорошо что это было сбоку вот она она сейчас у меня дома я ее храню рисовала девочку блогера катю с ее дочкой так и не отдала ей нравится мне эта работа такая хорошенькая и девочки красивые и нравится мне как получилось не всегда мне нравится то что получается но они очень хорошенькие а так вот и вот с этой стороны здесь был оторванный кусок планировался фон немножко побольше я хотела вот таким интересным сделать фактурном но потом все сократила то есть обрезала со всех сторон соответственно если у вас где-то кусок идет какой-то залом либо повреждение сбоку вы всегда можете поменять просто саму композицию чтобы картина выглядела чуть чуть иначе если конечно это происходит посередине это намного сложнее особенно бумага тонкой которую сложно потом как-то скорректировать так вот что еще у нас может быть еще могут быть различные проливы жидкостей началось с чего все это да вот вообще наше сегодня вещание потому что я периодически рассказываю историю когда работала в одной известной студии рисования у меня был небольшой корпоратив я вела занятия рисовали девушки девушки из мета учреждений и у них был мастер-класс пастелью рисовали такой парус на фоне моря заката в пастельных тонах конечно вокруг была еда были напитки и было различное чоканье шампанским во время этого мероприятия то есть все сразу до происходило как у нас тоже часто бывает я если рисую у меня везде есть и чай и еда и все самое интересное но у меня такого не было что как-то разделяют стороны вещевые и творческие и в этот самый момент происходит проливание шампанского на картину которая уже закончена там и лодка и парусы моря все уже было готово и что мы сделали да мы просушили эту картину и добавили еще один слой пастели сверху на самом деле в пастели довольно просто это восстановить если даже вода попадает на поверхность то мы можем высушить и все равно добавить еще один слой есть даже такая техника и кот бегает просто когда вы можете добавлять немножко воды до ничего страшного если водичка попадает на на пленэре я так делала скажем вы на небо добавляете немножечко синего добавляете воды у вас получается такая акварель можно сказать ручной работы а не пастель поэтому поэтому сегодня будем с вами портить одну из моих работ а может быть даже и две может быть и две потому что одну попробуем восстановить на обычной бумаги которые да как пример это обычная фабриана или кэнсон да или палаццо так и так далее у меня по-моему даже самая-самая простая вроде палаццо это бумага и можем испортить еще одну работу на мостелю мате хотя ее жалко ну что давайте будем приступать к разрушению восстановлению надеюсь это будет полезно и интересно вот и наши жертвы дам выглядят неплохо на данный момент это работы с моего онлайн курса природа так что кто хочет порисовать такие сюжеты и там еще у нас белочки там еще маяк и прочее я оставлю ссылку в описании посмотрите поэтому они зафиксированы в хорошем виде и в принципе не страшно то что сейчас будет с ними происходить будем их и немножечко с вами сначала генри уже подбадривать будем портить их немножко я для этого приготовила чай будем считать что чай будет повреждать нашу работу и потом будем ее восстанавливать а что делать сюда вот на что не пойдешь ради искусства и эксперимента в чем разница до бумага здесь идет обычно это по-моему даже палаццо очень бюджетная максимально просто вот на ней такие мандаринчики техника довольно такая живописная экспрессивная где-то для меня не характерная да как кажется и вот следующая работа честно говоря ее жалко не знаю решусь ли я смотрите какая она хорошенькая такой пейзаж с горами с водичкой снежок но но успокаивая себя что я могу сказать тут какие-то штучки что на пастель мать это пастель мат будет все легче восстанавливаться в принципе да как у меня был дык как многие наверное тоже делали кто работал на абразивной бумаге если что-то вас не получилось вы можете это даже салфеточкой стереть где-то даже под водой смыть на под водой не советую потому что влага вода будет попадать вот сюда в прослойку между слоем абразива и самой вот этой гладкой бумаги и пойдет волна но салфеточкой в серединку протереть и на ней сделать новую работу вполне можно у меня есть несколько таких перерисованных работ не то что то что было внизу не получилось а просто какие-то вещи я показывала да что-то вместе с учениками рисовала потом это убирала салфеткой и использовала бумагу заново потому что пастель мат все-таки не очень дешевая до бумага по сравнению с обычной хотя сейчас это все он какое-то безумие с котами так что извините бегают и поэтому вот ее хочется использовать прям по максимуму и до чтобы работа на ней радовали и были хорошими но поехали давайте начнем мы с мандаринов ох я не знаю даже как это делать ладно сейчас представим что пьем прямо тяжело честно говоря просто как будто часть у меня пролилась куда-нибудь на вот сюда давайте середину специально конечно тяжело это делать честно никогда так не делала ну ладно все скажем вот у меня вот так вот пролилось у меня стол кстати под наклоном видите вниз пошло давайте еще с одной стороны сделаем блин бедная моя работа такой наверное никто не делает да но я знаю какой то с вами восстановим и вот сюда чуть-чуть вот так отлично все у меня кстати со стола это капает об этом я вообще не подумала с чинками все все как нужно окей если что у меня есть фотографии по которым это восстанавливать поэтому вы не переживайте за мою порчу работы окей отлично сделали все эту красоту мы оставляем ой смотрите как все потекло так если это произошло у вас да чай прям снизу на ноги капает со стола если это произошло вы работу вот так вот вот всей этой красоте останавливайте главное не перемешать чтобы капли не поползли везде да забыла сказать что вам нужно было работу запомнить какая она была до этого все эта красота пускай вот здесь у нас сохнет сейчас чуть-чуть соберу здесь водичку ради второго эксперимента так с чинками все как надо да получилось давайте вторую на часть вот может быть сюда на небо горы оля случайно вот так это произошло опа так если видите что это произошло вот когда много можно вот так вот раз и убрать так я имею ввиду чтобы не растекать не размешивать по всей истории о прямо с чиночками все пускай это у меня сохнет что я сейчас буду делать сейчас я оставлю это подсыхать до сушу немножко наверное феном да и потом покажу как это выглядит вот все это испорченное когда высохла высохли работы ну что вот наша поврежденная красота я стол протерла пол протерла работа еще подсыхают видите во время процесса высыхания что происходит работа на пастельмати она особо сильно ну не изменилась в плане и его лист не покривился вот это на обычной бумаги все она стала вот такой волнистый да что тут по делу здесь мы будем ее сушить она немножко распрямиться и потом когда доделаем ее нужно будет под пресс положить и скорее всего у нее останется она останется прямой если практически прямой если и потом разгладить давайте тогда феном я посушу и потом уже посмотрим как они будут выглядеть полностью сухими без за всей этой водички ну что я досушила видите что произошло на абразивной бумаге когда была вода точнее наш чай он имеет свой оттенок да немного коричневатый соответственно он добавил сюда тона до темного такого и плюс здесь тоже перемешал где-то утек светлый сюда наоборот утек темный принципе не так плохо сама форма бумаги она все равно ровная да то есть ничего у нас краешками не произошло это отлично далее на обычной пастельной бумаги наши мандарины по цветам кстати не так плохо да я думала что вот этот мандарин вообще у нас исчезнет с поверхности бумаги но он остался тут только вот какие-то что это какие-то вкрапления да буквально там немножко непонятно это чаинки либо а это наверное я яркие акценты ставила пастелью давайте что мы сделаем с вами мы сейчас начнем восстановление работы вот этой на пастель мате а пока мандарины я положу под пресс ну буквально это время пока мы будем доделывать горы это там может быть станет на 5-10 минут мы они чуть-чуть выровняться и все равно будет лучше результат для восстановления нам понадобятся мелки да но для начала я предлагаю что попробовать сделать что вы тоже можете сделать если у вас такое произошло либо вы как я решили поставить безумный эксперимент пастель осталось до естественно поэтому вы можете ее вот так аккуратно растушевать сгладить поверхность таким образом где-то даже красиво такие разводы получились поэтому перемешиваем соседними слоями и у нас уже будет более гладенький эффект да уже будет лучше выглядеть все я открыла себе свой же референс точнее фотографию своей работы и я думаю таким образом мы как раз можем все восстановить но с небом понятно да нам нужно просто добавить похоже голубой оттенок я примерно помню чем все это делалось это у меня были мелочки сонелье вот такие и был вот такой вот голубо-сиреневый оттенок советую закрепить бумагу чтобы она не вращала сейчас я ее тоже закреплю теперь продолжаю растушевывать и просто по чуть-чуть подбираю те оттеночки на которые там все похоже возможно какие-то места придется чуть-чуть переделать до сделать немножко иначе но с небом все более менее понятно да подбираю похожие оттенки и наношу в той же технике как они и были какие-то более светлые кусочки вот здесь да вот такие вот горы там были а мы это сможем со светлым добавить тут уже можно взять карандашик на здесь у меня был какой-то бежевый и вот так восстановить в принципе тут все уже в порядке да что здесь происходит превратилась в акварель вот это вот поверхность леса что мы можем тут до поделать снежок понятно здесь где-то где были светлые участки тоже их можно возобновить и сделать края более мягкими на чтобы это было все-таки у нас не акварель а пастель здесь в принципе неплохо так все можно и оставить если где-то затемнения не хватает то тут можно взять черный карандашик или темный синий и вот контраста добавить потому что тут все равно все очень неплохо сохранилась цвета остались примерно на тех же местах да и мы знаем видим где что было так окей идем дальше здесь у нас чуть-чуть нужно будет такой добавить голубенький потому что сюда попал темный оттенок с водички и здесь я думаю понадобится уже растушевка потому что слой нужен слой довольно маленький точнее остался из-за того что там попала жидкость у нас так ровнее все распределиться снизу также оставляем тень на снежке и были такие красивые переходики на светящиеся кстати бежевые неплохо смотрятся видите такой тепловатый отцвет на снегу дает с ним же доделываем горы тут плюс волосы какие так здесь это пятно у нас так и было на снежочек который воде немножко доделывают и здесь можно будет добавить тень под снежком вот она точно ушла тут все осветлилась стала менее контрастным вот я смотрю где идет тень на фото и где здесь у нас не хватает там ее добавляем сначала можно даже добавить просто черным дальше я возьму растушевку либо возьму синий цвет и перемешаю тут все вроде в порядке на вот так вот эти более контрастно становится давайте возьмем какой-нибудь синий немножечко вот так смягчу можно взять снова растушевку правда нам не светло но сейчас сейчас станет темной вот так чуть-чуть смягчаем я снова перемешаю а потом мы еще разочек добавим с вами светлой и вот так вот хорошенько растушевываю еще разок все как будто и не было никаких проблем да вот в плане воды а свет мы еще восстановим давайте возьмем уже белый карандаш и сделаем сугробики снега наверху именно вершинки я подчеркиваю так понятно какие-то отличия все равно будут но по сути разница не будет видно я имею ввиду работа до повреждения и после у меня была такая история некоторые ее знают в общем коллега испортил мою работу даже две там белку и кота они в студии висели и их положили на стол на них положили что-то еще потом там праздные манипуляции на столе проходили внизу лежали работы пастельные да то есть но пастель она нежная все-таки и этот кот и белка они были повреждены то есть смазано все было и он попробовал доделать это самостоятельно металла несколько дней не было потом я прихожу и смотрю что это такое это было ужасно год с какой-то серой бородой это было есть эта картина кстати на канале там это портрет генри я делала рыжего кота на зеленом фоне и в общем не получилось нормально у него доделать особенно чтобы я не поняла да что с моей работой что-то произошло все-таки каждый видит свою руку да на своей работе так ну вроде ничего да нормально нормально смотрится и я нормально пролила согласитесь там прям вот было много чая много чая и чинок которые еще где-то вот здесь у нас остались поэтому тут немножко синим разровняю но фактурка знаете смотрится неплохо на горах вполне себе нормально где даже интереснее ладно эту работу мы с вами доделали тут эксперимент можно считать пройденным на пятерку давайте доставать мандарины ну что вот наши мандарины чуть-чуть они выпрямились центральной части здесь равно остался да этот изгиб сейчас прикреплю на скотч с обратной стороны и мы тоже будем доделывать видите что с обратной поверхностью происходит она вся вот такая поврежденная но не страшно если после доделки на пресс и потом вы уберете в раму под стекло то все будет очень даже неплохо выглядеть я нашла сам первоисточник до картинку по которой я рисовала и по ней мы попробуем доделать ну вот хотя бы вот так вот закрепим уже будет лучше чуть-чуть вот так вот по прямее сделала а так так держись все давайте смотреть что но фон кстати нормально выглядит в принципе ничего страшного даже я бы сказала единственное где-то ушли прорисовки вот такие детали здесь в принципе неплохо смотрите как с водой все произошло такая поверхность получилась интересная давайте вспоминать где у нас была вода вот здесь где основная часть мандарина утекла вот сюда вниз поэтому волна пошла и где-то здесь что касается вот этого мандарина даже сейчас да выглядит вполне себе неплохо ушла где-то конечно яркость я бы доделала немножко кусочек вот здесь фона зеленого то есть сделать все это можно помягче сам мандарин сейчас мы добавим еще один слой выведем его вперед чтобы он был более насыщенным здесь у меня как блики были вот такие вот мягкие мелочки и как раз вот вся эта яркость она видите потом такой кашицы стала наверху потому что здесь у нас были очень светлые и яркие блики можно даже вот такой вот вот такой рыженький по добавлять наверх я красный желтым смешиваю из сонелье и добавляю так давайте возьмем какой-нибудь прям классический оранжевый 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 я возьму даже обычный вот такой вист артиста он не ляжет на большой слой но зато где-то вот по форме мы сможем доделать просто чтобы он более рыженький был именно на светлых участках а дальше поставим с вами блики на затемнение там тоже ушел коричневый который там был поэтому его можем вернуть больше контраста сделать потому что этот мандарин у нас на переднем плане он самый ближний он должен быть более ярким просится туда кстати какой-то красненький про мне давайте вот сюда чуть-чуть вот так вот добавлю чтобы более светящийся был и возьмем дальше с вами светлые оттеночки можно взять сначала какой-то бежевый потом даже можно взять белый и поставить вот такие блики на сначала более теплые где-то даже давайте на на лист и потом взять либо светло-светло бежевый типа белый главное чтобы мягкий был мелок какой-нибудь экстра софт и экстра мягкий иначе просто он будет незаметен так ну что мандаринчик у нас уже довольно яркий немножко снизу я бы еще осветлила и потом добавим с вами тень чуть-чуть снизу осветление так все равно больше даже какого-то желтенького на них давайте желтый тоже возьмем просто не хочется чтобы они были и как-то сочетались с мандаринами которые уже сделаны так ага да вроде неплохо можно чуть-чуть восстановить листики при необходимости каким-нибудь зеленым ярким да если нужно если слишком темные стали так в принципе меня даже ничего не смущает я смотрю нормально все выглядит как ни странно даже более такая мятая фактура стала любопытной поэтому здесь даже неплохо все выглядит мне нравится так что здесь мятость вполне себе органично смотрится давайте тень доделаем доделаем тень и рефлексик выведем более таким ярким более понятно вот здесь беру белый карандаш он видите ничего белого не делает но он осветляет то что есть то есть рыженький красный там сейчас я так смотрю конечно по-другому бы наверное сделала хочу какие-то овощи фрукты прям очень сделать зарисовку с вами давайте сделаем когда в понедельник получается какие-нибудь фрукты может быть или овощи что-нибудь такое прям очень живописное чтобы всякие стебелечки были что-нибудь вкусное так вот рефлексик сделали больше света кстати вот здесь можно чуть-чуть добавить делаем тень для тени черный будет сейчас слишком темноват можно взять какой-то коричневый либо мелок либо карандашик и давайте смотреть где она у нас ушла да то есть где-то здесь она была я рисую прям вертикально по форме дерева тут кстати рефлекс остался у меня в тени знаете очень неплохо ничего пастель не берет на вообще замечательно поэтому осталось нам фактурки немножечко вернуть и и очень даже хорошо самый темный участок где касается мандарин поверхности да там будет самая темная точка от их соприкосновения немножко у нас здесь тарелочка ушла да вот это вот светлость и ее яркость поэтому чуть-чуть растушевываю видите тут правда разводы заметны их нам нужно будет чем-нибудь заполнить светло вот такой немножечко в сиреневые беру это дель и роне до делали мы с вами на них обзор перекрываю то есть слой должен быть достаточно толстым чтобы все это перекрыть и ободок до наш ободок тоже можно его немножечко сделать более четким но в чем плюс да вообще техники такой живописной попала вода не попала выглядит нормально чуть-чуть вот сюда фактуры давайте вернем красивые фактуры дерева может быть найду знаете что-нибудь где киньте овощи на деревянные штуки лежат объемные чтобы там капли были такое что-нибудь ну ладно то я переделаю ее уже мне кажется я смотрю какие-то вещи мне кажется спорными ну пускай будет она не должна быть сложная она должна как раз быть простой так мандарин мандарин мы сделали чуть-чуть яркости можно справа чтобы его же выделить давайте смотреть нет ли нигде каких-то потеков на то что снизу она пускай остается какие-то волосы еще у меня ага так здесь мы с вами доделали здесь тоже доделали здесь все в порядке ну что видите прям малой кровью мы отделались я думала будет больше каких-то я не знаю повреждений но тот раз я вам рассказываю когда у меня это уже было с девушками на мастер-классе то все высохло и мы так вот подрастет где-то слой пастели добавили и все все как и было поэтому мы с вами молодцы совершили такую реставрацию двух работ все оказалось не так страшно как казалось изначально я надеюсь вам понравился наш эксперимент вот такое восстановление я надеюсь что вам никогда не придется прибегнуть к такому и что вас такого не произойдет но даже если что-то такое случается повреждения какие-то проливания нужно просто выдохнуть расслабиться подождать пока полностью работа высохнет и потом уже с помощью пастели доделать а так конечно всегда храните работы чтобы туда не попадала влага не попадали опасные вот такие вот животные и все будет в порядке в любом случае я надеюсь что вам это понравилось если да то поставьте лайк оставьте комментарий можете написать в комментариях какие еще темы вы хотите чтобы мы с вами разобрали и если еще не подписаны обязательно подписывайтесь на канал и до новых встреч друзья пока пока